Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть фактически человек, который принимал экономическое решение, финансовое решение, во-первых, и во-вторых, если мы посмотрим внутри самих статей, также достаточно широкий простор по принятию, скажем так, какие механизмы были задействованы, то есть в группе лиц, предварительный сговор, с умыслом. И следующее, третье, размытые правила, это так называемые пороги, так называемые ущерба. То есть у нас есть крупный ущерб, особо крупный ущерб, незначительный ущерб, и в каждой статье этот порог идет разный. Вот, к примеру, если мы посмотрим на ту законодательную инициативу, которая была зимой, так сказать, вот буквально недавно, в том числе по незаконному обогащению, где порог выставлялся чуть ли не 100 миллионов долларов США, то сейчас по экономическим стоякам пороги стоят порядка 5000 МРП, то есть 5000 МРП на 3700, то есть это буквально 15 миллионов тенге, это фактически даже меньше однокомнатной квартиры в Астане. То есть у нас опять-таки возникает диссонанс и размытие. И здесь мы фактически вверяем, получается огромная широта дискретных полномочий, и эту широту полномочий мы вверяем в правоохранительную службу и в судебную систему, которой, кстати, нету полного доверия и в ней нету полной прозрачности. И возникают вопросы по встречной взаимной коррупции. И, соответственно, в данной инициативе они хорошие, так как тренд этот сформировался не нами, однако он не отвечает тому запросу общества, тому общественному договору, который уже сформировался у нас в Казахстане. И более того, он, наверное, может сказать на сегодняшний день, если позволите, есть такое выражение «гора родила мышь». То есть мы ждали намного большего поправок. И в том числе, к примеру, та статья, которая фактически не работает, это авторские или смежные права. Как вы знаете, сейчас у нас все скачивается и все замечательно. А однако статья существует, и по ней существует достаточно жестокое наказание. Ну хорошо, это немножко другая тема. Господа Хасенова, пожалуйста, не получится ли так, что не заплатил налоги, причем в огромном объеме, и все, несешь административную ответственность? Вы знаете, прежде чем говорить конкретно об уплате налогов, я бы хотела вот так вступление сказать вообще о теме декриминализации экономических преступлений. Ну, наверное, вы в курсе, что уже не первый год у нас говорится о том, что да, надо, необходимо просто-таки декриминализировать, как минимум гуманизировать ответственность за экономические преступления. Вы знаете, ну, кто бы спорил, действительно, есть необходимость создания такого благоприятного инвестиционного климата, а потом от предпринимателей зависит, конечно, пополнение бюджета, это значит и в целом жизнь страны и так далее. Но я хотела бы обратить внимание, что вот экономические преступления, они же ведь не направлены против предпринимателей. Может сложиться вот такое ложное представление об этой группе преступлений. Напотив, целая группа преступлений, входящих в главу о преступлении в сфере экономической деятельности, она направлена на всяческую защиту бизнеса и предпринимательства от, ну, всякого рода поползновений на них. Например, рейдерство, да, ну, вы знаете, всем известны печальные кейсы, когда у нас люди лишались бизнеса. Создание финансовых инвестиционных пирамид. Посмотрите, такое деяние, как внесение в реестр держателей акций заведомо ложных сведений. То есть вот внесли ложные сведения просто в реестр, и человек может лишиться бизнеса, понимаете? Поэтому мы не можем говорить о тотальной декриминализации экономических преступлений. Но те составы, которые реально препятствуют развитию бизнеса, которые, вот как сейчас было уже сказано, нависли домокловым мечом над предпринимателями, их надо оптимизировать. Какие-то надо декриминализировать, что происходит у нас в предложенном законопроекте с двумя, значит, статьями. Либо каким-то образом оптимизировать диспозицию, либо наказание, санкцию за эти деяния, чтобы, опять же, наше законодательство, в том числе уголовное, стояло на защите прав законных интересов бизнеса и предпринимателей. Значит, что касается ухода от налогов. Нет, ничего подобного. У нас предусмотрены в законодательстве специальные статьи, они не декриминализируются за уклонение от уплаты налогов. Вот в сегодняшней презентации было, презентации законопроекта, значит, было предложено декриминализировать, как уже сказали, две статьи. 219 – это незаконное получение кредита и 245 – это нарушение законодательства о бухгалтерском учете. Ну, на самом деле, вы знаете, во-первых, подобные смежные деяния есть у нас, посмотренные в административном законодательстве. И потом вот такой глуманин, смотрите, 219-я статья «Незаконное получение кредита», да? Оно когда незаконно? Когда лицо предоставляет заведомо ложные сведения о своем финансовом положении, о материальных возможностях, о залоговом имуществе и так далее. Слушайте, ну есть возможность у сотрудников банка, которые специально на то и поставлены, чтобы проверить состоятельность будущего возможного, значит, заемщика на предмет этого всего. А потом у нас в очень многих статьях, в том числе экономических, есть так называемые поощрительные нормы, которые освобождают от уголовной ответственности, если лицо полностью возместило, погасило причиненный ущерб. Поэтому я думаю, что в этом смысле вполне логично декриминализация вот этих двух предложенных составов. Пожалуйста, президент Ренбетт, экономический эксперт, подключайтесь, если можно. Вот сегодня депутат Бапи сказал, если мы декриминализируем, ну я свободно сам трактую, статью по поводу кредита, если получил кредит каким-то мошенническим путем, общество это не поймет. Вы согласны с депутатом? Добрый день, добрый вечер, благодарю за предоставлительность. Еще по поводу депутата Аймурата Бапи, то что он сказал, что общество не поймет. Тут хочется немножко прояснить, что данные законопроекты декриминализируются по поводу того, что они немного имеют аналоги в других законопроектах, как уголовные права, административные ответственности. Уголовные ответственности и административные ответственности. Поэтому в части данного закона 241-й он немного декриминализируется. Также в данном случае, если, например, плата налога уклоняется посредством ошибки или целенаправленного действия бухгалтера, то его предусматривают как физическое лицо, а не как организацию в целом, чтобы бизнес не мог остановиться, чтобы его не заморозили в его счета. Таким образом, бизнес мог бы в дальнейшем продолжать свою деятельность, потому что данное направление, данные декриминализации направлены на поддержку непосредственно предпринимателей МСБ, справедливо в Казахстане, то, что мы сейчас входим и живем, и стараемся, как бы не иметь им в этом направлении. Чтобы предприниматель мог продолжать свою деятельность непосредственно независимо от того, что его финансовые эксперты, бухгалтера или же их ток-менеджеры совершали, нарушали какие-либо законодательные акты. Таким образом, бухгалтер как физическое лицо может отвечать, а юрлицо как организация может в дальнейшем также функционировать. В данном случае хочется сказать, что такие декриминализации в части декриминализации таких вот статей в Казахстане происходят не впервые. То есть это нужно отметить, что с 2017 года примерно 12 статей пришли к смягчению, то есть смягчили условия декриминализации. По 9 статьям были освобождены от уголовной ответственности в сфере, например, если это было совершено впервые или был возмещен ущерб. По 3 статьям были включены в целом уголовные ответственности, а по 2 статьям до сих пор были увеличены пороги уголовной ответственности. Таким образом, данные мероприятия были совершены и совершаются не впервые в Казахстане, и от этого бояться не стоит. То есть это все делается для того, чтобы предприниматель мог в дальнейшем, не останавливая свою деятельность, продолжать функционировать без заморозки счетов, без, например, следственных каких-либо операций со стороны следователей и других полномоченных органов. И также были случаи, во время таких расследований компании обанкрачивались, чтобы в таких случаях тоже уберечь компании предпринимателей юрлиц. Таким образом, декриминализация очень важна. Это плюсы. Да, кстати, я хочу сказать, что еще в целом исключается регистрация уголовных дел в сфере налоговых преступлений без акта, либо заключения, указывающих на наличие признаков уголовного правонарушения, при обжаловании актов в вышестоящем органе, либо в суде при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов. То есть для бизнеса зеленый цвет. Еще. Вы скептически отнеслись к тому, что мало поправок? Это в действительности мало поправок. Более того, здесь, наверное, необходимо понимать, что предыдущие, с 2017 года у нас было смягчение по, например, той же статье 217. Это, получается, финансовые пирамиды, соответственно. То есть это не совсем, наверное, верное направление движения. То есть это все-таки приносит ущерб обществу и несет риски. Однако предприниматели и бизнес ожидают смягчения, опять-таки, как я отметил, и менеджмент ожидают по той же 189 статье. То есть и вообще в целом, так сказать, более четкие правила игры. То есть как бы, чтобы не было трактования по отдельным статьям, то есть правильные статьи принять бы. В принципе, даже не просто можем, это, наверное, необходимо сделать, полностью убрать уголовку. Здесь следующий момент, то, что было сказано, замечательная вещь, это так называемое снятие арестов со счетов и вообще избегать так называемой меры ареста на счетов. Это та мера, которую необходимо еще было сделать пару лет назад. И в особенности не только, наверное, для юридических лиц ограничить этот механизм, и для физических лиц. Почему? Потому что на сегодняшний день, как мы знаем, они взаимосвязаны. Бизнес, практически оказывая услуги, получает денежные средства из платежеспособного спроса населения. А мы знаем только за 2023 год, по статистике, так как она только объявилась у нас, каждый, фактически, четвертый счет физического лица на сегодняшний день арестован. Именно прирост с 2022 по 2024 год, то есть за один год, фактически составил в два раза. И это негативная тенденция. Следующий момент, который была декорализация, статья по так называемым таможенным платежам. Здесь тоже возникают вопросы по декору, потому что, как мы знаем, это уже стало притчей во языце. Та же статистика по перемещению товаров между Казахстаном и Китаем со стороны Казахстана и Китая носит, так сказать, разительные значения в цифровых показателях и в объемах физического, ну, физических объемов. Соответственно, это тоже возникает. И здесь, наверное, те статьи, которые должны были в действительности другой стороны защищать бизнес, в том числе от так называемой недобросовестной конкуренции, в первую очередь. Наверное, необходимо усиливать в административном поле. И последнее здесь необходимо особенно отметить, вы знаете, такой фактор, который влияет на сегодняшний день по ряду статей. Наверное, есть определенный запрос, так называемый, полностью отменить, как минимум, не только уголовное преследование, в том числе и административное преследование в случае погашения, скажем, в период 30 дней, в период 90 дней ущерба в полном размере и в полном объеме практически по всем статьям. Следующий шаг может быть, да, наверное? Это, наверное, не то, что следующий шаг. Это, как говорится, у нас зачастую законодательство разрозненное и достаточно большое, что оригинально для такой маленькой, небогатой, как минимум, страны, как Казахстан. И молодой страны, как Казахстан. И в действительности, наверное, нормы необходимо приведить в прямое действие и вот этот разброс, то есть широту полномочий, в том числе для судей, сужать максимально. Если можно, да, у нас осталось буквально пару минут прямого эфира. Сейчас, господин Хасейнова, эффект какой можно ожидать? Ну, я, может быть, хотел бы видеть всплеск деловой активности, например, да, либо что-то еще. В цифрах. Ну, вы что скажете, как эксперт? Ну, вы знаете, я не экономист, я не могу цифры экономические привести, но я бы хотела сказать, что, понимаете, вот есть у нас такое заблуждение в обществе, что вот очень многим вещам у нас в стране мешает уголовный кодекс. Что вот уголовный кодекс, он такие ограничения ввел, и если эти статьи отменить, вдруг вот сейчас у нас прям мана небесная, она просыпется. Есть, товарищи, в любом случае причины и условия совершения преступлений. То, что регистрируется в ЕРДР, это уже пост, это пост криминальный, понимаете, уже есть факт совершенного деяния. Поэтому, чтобы мы получили реальный экономический эффект, мы должны, конечно, воздействовать на причины и условия совершаемых преступлений, а не то, что, допустим, просто мы снизили криминнообразующий размер наступления уголовной ответственности за контрабанду. Но, тем не менее, посмотрите, что я хочу подчеркнуть. Уголовный кодекс, я всегда об этом говорю, он не панацея от всего. Но, тем не менее, хорошее законодательство является необходимой предпосылкой, базисом, на котором будет строиться работа по противодействию, противостоянию различных. Спасибо, да, спасибо большое. Если можно, да, спасибо большое, просто время у нас выходит, еще вот господин Нурназин хотел добавить. Здесь, вы знаете, наверное, особенно сегодня хотелось бы, чтобы парламентарии обратили внимание и вышел кого со стороны, чтобы работа была продолжена, а также следующее, это декларирование, всеобщее декларирование имущества и вообще активов. Вы знаете, это очень сложный процесс, и в этом процессе очень много проблем, и в том числе с этим сталкивается бизнес, и, наверное, необходим этот процесс как минимум отсрочить еще на пять лет с предварительным проведением. Это другое. Хорошо. Спасибо большое за то, что пришли в студию, за ваши оценки, тот, кто подключился по скайпу, экспертов, я благодарю. И за ваше внимание, конечно же, дорогие зрители, это была программа «Время говорить». До свидания.